А теперь обо всем подробнее. Красноярский бар закрылся после скандальной вечеринки в честь Дня Защитника Отечества. На ней накрашены мужчины в париках, одетые в форму советских солдат, танцевали на сцене. На представление обратила внимание Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета, а посетителям заведения даже начали угрожать. Подробности в сюжете далее. Все, работаем. Вот так неожиданно визитом Росгвардии закончилась вечеринка в Элтенбаре. Веселье резко прекратилось, когда посетителей уложили лицом в пол. Следом в зал завели собак, они искали наркотики, пока правоохранители проверяли алкоголь. Ничего не найдя, 12 посетителей с шеренгой загрузили в автобус и увезли в участок, где с них взяли объяснительные. Силовики заинтересовались баром после необычной вечеринки в честь Дня защитника Отечества. 23 февраля на сцену вышли мужчины, переодетые в женщин, на каблуках, с ярким макияжем и в париках. А некоторые из них надели форму советских солдат. Танцевали они в том числе и подвоенные песни. Видео с вечеринки попало к Екатерине Мизулиной, главе Лиги безопасного интернета. По нашей информации, она получила его от одного из постоянных посетителей этого бара, с которым грубо обошлась охрана. Мизулина назвала выступление провокационным и пообещала написать заявление в полицию. После скандальной вечеринки все выходные двери бара были закрыты для посетителей и, судя по всему, никогда снова не откроются. На входе висит объявление, что бар больше не работает. Это подтвердил и его владелец. Причин закрытия несколько. Одна из них – после необычной вечеринки в бар пришла толпа агрессивно настроенных мужчин из движения «Северный человек». Они позиционируют себя как защитники русских традиций и ценностей. По словам очевидцев, мужчины угрожали охране заведения и его посетителям. Годовщину СВО. Вчера был День защитника Отечества. Позволили себе эти бесы провести здесь этот шабаш. Еще раз здесь повторится что-то подобное. Охрану уже никто спрашивать не будет. Все вспотеете. Однако руководитель движения утверждает, избивать мужчины никого не хотели. А под фразой «все вспотеют» имели в виду проблемы с законом. Еще одна причина закрытия – якобы давление силовиков, которые уже устраивали подобные проверки. В декабре за день до Нового года правоохранители нагрянули в бар и увезли оттуда всех мужчин. Но владелец бара рассказал нашему каналу, что нарушений у них тогда не нашли. По той проверке нам составили протокол 6.21. Этот протокол был передан в суд. В суде было принято решение о том, что состава административного правонарушения нет. Никаких претензий у суда, по крайней мере, к нам не возникло. Я не знаю, что может измениться сегодня. Бар работал полтора года. За ним ходит репутация места, где собираются люди нетрадиционной ориентации. Но в самом баре это всегда отрицали. По нашей информации, сейчас его владелец сможет находиться за границей.